Список вкусных продуктов. Нутрициолог назвала углеводы, от которых не толстеешь. Не все углеводы одинаково полезны. И каждый из них выполняет определенную функцию в нашем организме. Как же выбирать углеводы, чтобы оставаться стройными и не растолстеть? Нутрициолог Евгения Хеллс в своем блоге о здоровом питании в Инстаграм советует большую часть своего рациона отдавать сложным углеводам. Крупы особенно безглютеновые. Гречка. Кина. Амарант. Пшено. Бурый рис реже. Если нет проблем с переносимостью глютена, то можно. Использовать пасту из твердых сортов пшеницы. Бездрожевый хлеб, желательно из цельнозерновой крупы. Крупы, содержащие глютен, отдавать предпочтение тем, которые готовятся дольше 20 минут, геркулес, полба, спельта и прочее. Запеченные крахмалистые овощи. Запеченные свекла. Запеченная тыква. Запеченный в мундире картофель. Батат. Запеченная морковь. А также помните о резистентных крахмалах, который не расщепляется ферментами. Поджелудочной железы, он достается бактериям нашего толстого кишечника, питая его микрофлору. Остуженный в холодильнике картофель. Охлажденный рис и паста. Бобы, отдайте предпочтение зеленым, свежим в пользу приготовленным. Зеленые бананы. Мука из зеленых бананов, очень люблю готовить из нее десерты. Фрукты. Правило, не есть больше одного сладкого фрукта в день из этого списка. Один банан, 150 граммов манго, 150 граммов ананаса, один хурма, 150 граммов винограда, два инжира. Стараться есть не больше 40 граммов фруктозы, а лучше соблюдать норму не больше 25 граммов, если у вас есть метаболический синдром, инсулинорезистентность, например, то не больше 15 граммов. Остальное время употреблять фрукты с низким ги, это меньше 55. Также употребляйте в рацион клетчатку, если хотите понизить общую гликемическую нагрузку приема пищи. Раньше нутрициолог рассказала, какую опасность могут нести для здоровья фрукты.